Республиканский биологичный заказник Днепр-Сорский сапрады уникальная природоохранная установа. На территории 147 тысяч гектаров, только червонокнижных 64 виды, рослины, насекомые, птушки, живёлы. Причем, этот список постоянно поширается. Еще на початку минулого года червонокнижных видов у заказников было на 12 меньше. Великой удачей навыков следить за находжением отелька зернистая поликсена. У свой час этот вид был унесен в червоную книгу Советского Союза, а в червоной книге Беларуси он однесен до первой категории. Это значит, что его популяция заявляется особо редкой и по трабуе специальных мерахов, и еще больше редким видом заявляется мотылёк Пеструшка Сапфа. Правда, в червоную книгу он не занесен, и более челось, что на территории краины этого виду уже нема. Что появилась у нас Пеструшка Сапфа, я знал уже более полтора года, потому что я её наблюдал полтора года, но никак не мог зафиксировать, тем более сделать качественный снимок. На самом деле она была уже давно, и вот только в этом году мы её смогли зафиксировать так, чтобы подтвердить её обитание в заказнике. Заявление неколи старчаного для белорусской природы мотылька экологи связывают, первое, за всё, с обновлением кормовой базы. На территории заказника уже в маль 20 годе не ведется господа чайденности, а тому снищенные в свой час рослины снова занимают свои ниши. То есть, до речи, можно сказать, и проживёл и птушек. На территории заказника есть в остров, где разностайность видов, заявляя на специалистов. Он уникален тем, что там водятся у нас рыси. У нас очень большая популяция рысей здесь. Одновременно там ещё олени, лоси. Там очень большое разнообразие биотопов. Бабочек просто невыобразимое количество. Насекомых всяких. У республиканским биологичным заказнику Днепросорске и Перекананы спис новых, редких для Беларуси червонокнижных видов, яке знаходится на этой территории, будет повелечиваться, поколь у учёных просто нехапаемых чём и сел, как проводить постоянное доследование на всё и проще. Але уже в самый ближайший час на допомогу обещают приехать супрацовники Академии наук. Мы не можем охватить всё. С нашей Академией наук и с нашими добровольными помощниками обязательно будут находиться новые виды всех групп. От исчезающих видов до которые находятся под грузой исчезновения. Олег Сентеров, Валерий Копанько, телерадио-компания «Гомель», Лоевский район.